Здравствуйте, господа! С вами Майкл Ившикса. Я знаю, все ждут от меня новости про DVI. Я был не может, как говорится, сидел за закрытыми дверями, наблюдал и не давал никакой информации. Я вам уже, те люди, которые слушают меня внимательно, уже помнят, что конвеншн будет происходить в компании DVI 28 и 29 июля, в пятницу и субботу. И вот тогда появится очень много новостей, просто следите за этим. И скоро все будете, вы будете знать, что происходит, что будет происходить. Здесь вчера выступал CEO компании, и сейчас я сделаю перевод, поэтому, господа, слушайте внимательно, и на какие вопросы и ответы вы получите прямо сегодня. Это как это было сделано утром, он говорит, доброе утро, он обещал, что сделает запись, вот эта запись, опять он говорит, доброе утро, и сегодня он даст очень много информации о компании DVI и Соша. Завтра, 28 и 29 июля, будет конвеншн, компания DVI и Юта, и мы об этом много говорили, и да, завтра и послезавтра очень много новостей. Вы сможете узнать, что такое, что происходит, как говорится, где мы находимся и куда мы делимся. И да, он хочет уже прямо сегодня нам все рассказать, но пока он этого делать не может, и он так же чувствует, как его все, потому что, как он сказал, что он хочет нам рассказать, но все будет рассказано про новую компанию DVI и Соша 28 и 29 июля. Поэтому он желает всем, у кого есть возможность, находиться завтра и послезавтра в Юте, и послушать самим, как говорится, с первого уст, что будет происходить, и он тоже очень excited об этом ивенте, который произойдет завтра и послезавтра. Что сейчас он говорит, и он показал лист, он просто сходит с ума от того, какая информация гуляет по социал-медиа, говорят такие вещи, что просто на голову не наденешь. И он прямо так писал, что он даже с ума сходит от этой, какая она смешная и нелепая. И вот он написал целый лист, какая информация ходит по социал-медиа, и сказать людям, что это такое, правда или неправда. И самое главное, чтобы вы знали, что информация всегда исходит, у нас есть веб-сайт, и многие знают, что это за веб-сайт, и только на этой веб-сайт выставляется информация. Поэтому, если вы ее услышали откуда-то с другого места, это не значит, что это неправда. DVI.info. Вот только на этой веб-сайте выставляется вся информация из компании, вся новая информация. Поэтому, если вы слушаете какую-то информацию, какой-то бред, я извиняюсь. И если вы зайдете на dve.info, и там этого нет, значит, этого не существует. И информация идет или от Дерна, или от Лэнс Кэн Конрад. В основном Лэнс Конрад, это тот человек, это его статус компании, президент, аффилиейтс. Аффилиейтс, это английское слово, которое имеется в виду всех людей, которые находятся в компании, то есть всех партнеров. Поэтому он президент всех нас. И одна из его функций, это доставлять информацию для нас, что происходит в компании, какие новости, какие новые инвесторы, и так далее, и тому подобное. Плюс Дерн, он ему помогает, но в основном вся информация идет от Лэнс. Поэтому если вы не смотрите, информация не исходит от dve.info, или от Лэнса, или от Дерн, значит, вы должны понять, что мы в сетевом бизнесе, и, к сожалению, в сетевом бизнесе сплетни расходятся так быстро. И потом люди говорят, и сами начинают в это верить, и в результате потом говорят, что их обманули. Кстати, я забегу немножко вперед и скажу, что это одна из причин, почему я никогда не люблю иметь группы на скайпе. Мне всегда люди спрашивают, почему я не завожу группу, почему я не могу вести в группу на скайпе по девизошу, потому что я не хочу этого делать, так как люди там сидят 24 часа в сутки, не работают как надо, а сидят просто и перемалывают с тупого, с тусового порожнего, а потом кто-то скажет какую-нибудь информацию, все начинают в нее верить, а на самом деле это неправда. Поэтому этот лист, который написал, что люди говорят на социал-видео, он говорит, я и смеялся, и плакал, говорит, что за счет, он прямо так, как высказался, что такую-то, какие глупости пишут. И поэтому он хочет как бы квал-кларфай объяснить, что правда, что не правда. И самое главное, он опять повторяет, июль 28-го и 29-го, это тот день, когда мы скажем вам все. Он сказал еще как шутка, everything? Нет, почти все? Нет, почти все, нам скажут завтра и после вас. Первый вопрос, первое, что ходит вокруг, что в ДВИ купила или объединилась какой-то большой tech company, tech company. Он говорит, я первая это слышу, я не знаю, откуда эта информация, те люди, которые будут находиться в Юта, следующие два дня, вы сможете прийти в наши два офиса, в наш новый офис, обойти его, посмотреть, что происходит, вы увидите, вы услышите, что за excitement, что чего. Да, у нас есть многие и много партнеров в новой компании, но то, что говорят, новый tech company, это не компания. Поэтому, если вы придете к нам в офис, приведите, приносите свои камеры, телефоны, вы все можете снять, показать людям, что происходит. Большой сайт, но просто вдруг с того, не всего говорить, что мы объединяемся с какой-то крупной tech company, это некрасиво и неправильно. Кто-то сказал, пустил такую утку, что девелопер ютюба, join, в смысле, пришел работать в компании «Диви и Сошел», ему самому даже смешно. Потому что, если бы на самом деле такое бы произошло, и на самом деле человек, девелопер, который придумал YouTube, стал бы работать в компании «Диви и Сошел», то, естественно, об этом уже сразу всем сообщил. Следующее, что кто-то начал рассказывать людям на «Сошел Меди», что 28 июля будут открыты, будет открыт весь мир, 28 числа. Так вот, самому смешно, поэтому это тоже неправда. Потому что все, что произойдет 28 числа, будет сообщено 28 числа, и никто не знает, что это будет. Единственное, что он может сказать, он очень excited, что да, на самом деле они работают на запуске интернациональном бизнесе, то есть в других странах. Но это все будет сообщено 28 и 29 числа. Поэтому те люди, которые распространяют такую информацию, они это просто придумали. Но говорить, что все будет запущено в один день 100% по всему миру, но вы сами понимаете, над этим работают, но это не произойдет за деньги. Следующее, что не будет больше Redemption Center. Короче говоря, это такая чушь, что платить нам будут только через карточки. Это gift cards, это чепуха, как говорится, на полосном масле, он даже об этом говорить не хочет. Потом кто-то говорит, что вы сможете брать очки и за эти очки получать деньги на карточки. Господа, уже говорили много раз, за очки деньги вам давать не будут. Вы деньги будете получать только, подчеркиваю, только комиссионные от своей группы. Потому что по закону за очки вам компании, которые, я имею в виду, ranking shares, не имеют права платить, вы сможете брать на эти деньги, на эти очки, и покупать разный товар, который будет продаваться на нашей платформе. Но деньги за это давать не будут. Люди говорят, что 28 июля будет полностью запущено Rank in Share. Он тоже смеется, потому что, во-первых, такой информации никто не получал. Это тоже невозможно полностью, 100% запустить Rank in Share. Это значит, Rank in Share начал работать по всему миру. Но это практически не кто в состоянии сделать за один день, за два дня, за месяц. Это надо зайти в страну, потом надо найти людей, которые, пригласить людей, которые хотят рекламировать через нашу компанию. Это занимает очень много времени. Поэтому очень много людей распространяют слухи, а потом другие начинают в это верить, а потом они говорят, что их компания обманула. Да, на Rank in Share это, как говорится, core, это самое главное, это все основное. Это философия нашей компании DV и social. И над этим работают. Но, как говорилось раньше, это я уже добавляю от себя, оно будет работать постепенно, улучшаясь в каждой стране в отдельности. Rank in Share это всегда было, и есть самый главный фокус компании DV и social. Это когда мы сможем, когда все будет работать везде, это мы сможем высказывать свое мнение, просматривать рекламы, и за это мы будем получать. И трудности в том, что этот концепт не построен на 100 человек, на 1000 человек, на 10 тысяч человек. Этот концепт строится на массы, на всю основную массу людей, которые живут на нашей планете. Поэтому это намного-намного сложнее и занимает больше времени. Разговор идет о миллионах и миллионах людей. И очень много сейчас идет работы в этом направлении, как говорится, за закрытыми дверями компании, и компания дойдет до этого, но они работают для того, чтобы принести бизнес, не сотни людей, как он уже сказал, а миллионов. И этот разговор идет о Rank in Share, основное направление компании DV и social. Сейчас будет выпускаться очень много, это называется бета, бета-тест. Это они будут многие тестировать разные программы Rank in Share, люди, которые хотят участвовать в бета, и за это тоже будет платиться. Где-то будет платиться больше, где-то будет платиться меньше. Где-то мы даже будет бесплатно, в зависимости, какой тест, но те люди, которые хотят участвовать в тесте. Я думаю, я пока не знаю, я вам скажу это через несколько дней, пока я думаю, это только для англоязычных, то вы можете написать письмо в Customer Service и в Subject Line просто написать бета. Я не буду знать, что вы хотите в этом участвовать. И так как я только что сказал, что когда начнут делать бета-тесты, это когда, например, приходят новые рекламодатели, они начинают сначала тест, делать их рекламу, быть уверены, что это будет также работать для наших, для партнеров компании DV, то за это будут платить. И за некоторые тесты, так как он уже смотрел, у него уже десятки тестов готовых, которые они рассматривают перед тем, как дать людям работать. Некоторые тесты будут платить даже очень хорошо. И еще раз он сказал, что те люди, которые хотят участвовать в бета-тестинге, просто должны послать в Customer Service письмо и написать в Subject Beta. Это следующий вопрос, который напишут люди на социал-медиа, что у нас будет бандл. Это на самом деле будет бандл. Но когда это будет, и что будет запущено, никто еще не знает, что такое бандл. Каждый из нас будет получать работу определенную на целый день. Ну, в смысле, то, что вам нужно сделать, чтобы были квалифицированы. Вам не надо будет искать, какую взять, а какой взять рейтинг-шер. Этот или тот. Все будет каждому присылаться через кабинет. Уже то, что нужно именно этому партнеру на то, что именно он квалифицирован. Но это все, как говорится, working progress. Над этим работают. А тот уже начал говорить, что это будет все опять-таки запущено 28 числа, чтобы за это будут платить 10 долларов. Люди нагоняют, говорят ведь о вещах, которые они совершенно ничего не знают. И знаете, как говорят, если человек начинает вам говорить вранье, и все время будет повторяться, то он даже сам начнет доверять. Вся прелесть нашего convention, который начнется завтра и послезавтра, то есть 28 и 29 июля. Никто не знает, что будет. Поэтому если вам кто-то дает информацию, что мы можем сказать, что будет много нового, но это правда, но сказать, что будет именно это, никто не знает об этом. Да, оно будет, но когда оно будет, нам сообщат. А люди ходят уже распространяют по всей социал-медиа, что это будет точно именно 28 число. Компания работает на Dragon Share, они следят за людьми, особенно в Америке, где уже работа идет полным ходом, и они сравнивают за последние где-то 3 месяца, что с этим происходит, какие заработки. Они уже обратили внимание, что только в этом месяце, в этом месяце, люди получают, получат зарплату на 28% больше в среднем, чем в прошлом месяце за ту же самую работу. Это говорит о том, господа, что люди, которые уже работают, то продукты от рекламодателей, они получают лучше, лучше и лучше. К сожалению, дальше идет сплошной треск, поэтому мы закончим. Всем пока.